Благодарность Богу за то, что Господь дает нам время, время служения, когда мы размышляем над Словом Божьим, размышляем над служением и над проповедями Иисуса Христа, размышляем, мы употребляем время для того, чтобы взирать на Него. Но, как уже сегодня было сказано, наша суетная жизнь, она постоянно заставляет нас смотреть на этот мир, на какие-то вещи, как-то преодолевать трудности. И наш взгляд зачастую направлен, как бы, ну не совсем на Иисуса Христа. Я не говорю, что на 180 градусов мы смотрим от Иисуса Христа, но земная жизнь, она заставляет нас. Но благодарность Богу, что мы имеем время здесь, в церкви, здесь, на служении, чтобы поправить свой взор, поправить его на Иисуса Христа, снять пелену, которая часто так немножко притуманивает уже наш взгляд. И Слово Божие, оно способно обновлять наше духовное зрение, и мы можем смотреть на Христа. Да, мы можем говорить, самая большая ценность сегодня в нашем служении, это Иисус Христос, это Его подвиг на кресте Голгофы. Без Христа церковь не может существовать, она превращается в организацию, в что-то еще там. И Библия говорит, что Христос заплатил за нас своей кровью. Библия также говорит, что ибо все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3.23. Когда Бог попросил своего Сына, глядя на землю, глядя на погибающий мир, Бог попросил своего единородного Сына сойти на землю, для того, чтобы умереть за грехи, за наши грехи, за грехи всех людей. И Христос мог бы выдвинуть множество претензий, множество причин. Он мог бы сказать, дорогой Отец, я хотел бы сначала определить, кто виноват в том, что люди согрешили. Мы дали им рай, мы дали им множество деревьев, пищу. Не было никакого зла, не было насилия, дикие звери не бросались на них. Все было в идеальной гармонии. Они сами отвернулись. Ева послушала змея. Иисус мог бы, Сын Божий мог бы выдвинуть много аргументов и сказать, это Адам. Господь, посмотри, это Адам не выдержал, не сохранил своей верности. Пусть они теперь расхлебываются. Конфликт, который возник между людьми и Богом, мог быть решен только с помощью любви. И Бог это понимал. И слава Богу, Иисус Христос, написано, не почитал хищением быть равным Богу, но принял образ раба и по виду стал как человек и смирил себя до смерти и смерти крестной. Христос был движим любовью. Если бы Он доказывал нашу вину, Он бы доказал это за две минуты. Человечество было виновно перед Богом. И Библия это свидетельствует, говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Та слава, которую Бог дал Адаму и Еве, возможность общаться в прохладные дня в саду с Богом. Адам и Ева могли свободно задавать вопросы, свободно могли слышать голос Божий. И, как бы, имея такие преимущества, они отвернулись от Бога. И Христос доказал бы эту вину. Но Библия говорит, Римлянам, 5 глава, 5 стих и 8 стих. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. 8 стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Христос, имея любовь, Он был движим любовью. Он не был солдатом, как в армии, которому дали приказ, и Он вынужден был пойти. Христос не делал это с целью укорить человечество и сказать, посмотрите, я это сделал, а вы не смогли. Христос полюбил. И если смотреть то место, филиппийцам 2 глава, когда он смирил себя, любовь, она всегда сопровождается смирением. Любовь не бывает надменной. Когда человек ведет себя надменно, то, скорее всего, он любит самого себя, но не любит собеседника или брата, или сестру, или сотрудника на работе. Любовь, она всегда подразумевает смирение, способность выслушать, способность уступить, способность перетерпеть. Не зря Библия говорит, что любовь покрывает множество грехов. Это не значит, что если мы согрешили, и потом говорим, Господь, я тебя люблю, значит, этим мы покрываем свой грех. За грехи надо просить прощения у Бога и восстанавливать наши родственные отношения с Ним. Но любовь покрывает множество грехов. Это когда мы сестра или брат против тебя согрешили, сказали злое слово, пустили такой какой-то, может быть, слух, может, это нечаянно вышло. Но ты имеешь любовь, ты покрываешь этот слух. Не выясняешь отношения, не доказываешь. Мы иногда говорим, я отстаиваю истину. Но надо не забывать, что любовь – это истина. Иногда мы боремся за истину и забываем за любовь. Ну, так часто получается. Доказываем, наступаем, доминируем, доминируем, и все, и нет любви уже. Уже потом нет мира, нет покоя, нет молитвы, мы ищем причины. Но истина – это и есть любовь. Мы можем победить в конфликте тогда, когда мы имеем любовь. Когда мы… получился конфликт, можно много доказывать и доказать свою правоту, но потерять любовь. Один проповедник – это Ростислав Мурах, он епископ Хмельницкой области. На конференции молодежной в Малойне он сказал слова, которые как-то по-особенному, наверное, затронули мое сердце. Он говорит, можно доказать свою правоту, но не сдать экзамен перед Богом. Иногда Бог ставит нас в такие условия для того, чтобы оценить или проверить объем любви в нашем сердце. И если там микроскопическая любовь такая маленькая уже, уже как бы потеряна любовь, мы доказываем, мы побеждаем в каком-то конфликте, но при этом не сдаем экзамен. И Бог нас отправляет дальше на следующий этап, на следующий урок. Библия говорит, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия извелась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия извелась в наше сердце Духом Святым. Когда мы имеем любовь, любовь всегда имеет надежду. Когда вы любите, я имею в виду, любовью Иисуса Христа, Божью любовью, любите своего директора или сотрудника, и там часто на работе конфликт, часто какие-то недостачи, какие-то неправильные документы. Начальник требует свое, доказывает. Начальник всегда прав. Есть такая пословица. И он так ведет себя, потому что он прав, только потому что он уже начальник. Когда есть любовь, тогда у нас, у верующего человека, есть надежда на отношения с этим человеком. Начальник он или ваш подчиненный, или просто равный вам, или ваш сосед по площадке, или там, где вы живете. Когда есть любовь Божья в сердце, тогда есть надежда. Когда муж любит жену, когда есть любовь между супругами, это не обозначает, что в этой семье нет конфликтов. Когда мы говорим, что в этой семье есть любовь, или муж должен любить жену, и жена должна любить мужа, это не значит, что это идеальная семья, и у них нет конфликтов. Конфликты есть везде, всегда есть. Даже в любой самой совершенной семье, на бытовой почве, вокруг детей, на финансовой почве, всегда есть какие-то недопонимания. Но когда есть любовь, она имеет надежду. Мы имеем надежду, что завтра мы восстановим эти отношения. Мы восстановим... Также когда-то на этой сцене проповедовал брат Фред из «Миссии Христосовской ответ». Если кто помнит его, кто помнит? Это человек из Филиппин, он инвалид, у него ног нет, он так... Ну, они есть, но они не ходят, и он так ходит, как на руках. Но Бог использует его в проповеди. И я помню, он сказал, что любовь, самое главное в семье и вообще в жизни это любовь, на втором месте идет смирение. Не всегда любовь сопровождается чувствами. Часто люди так воспринимают, если слово «любовь», значит, это эмоции. Это... но это не всегда, это не всегда, когда болеет ребенок, и мама не спит с ним всю ночь, и может быть и самой уже плохо, или тоже болезни. Но у нее нет положительных чувств, нет положительной эйфории, эмоций. Но есть глубочайшая любовь к этому ребенку, к этому младенцу. И она готова не спать всю ночь. Две ночи готова не спать. Если надо, она пожертвует всем, но она любит этого ребенка. И там нет чувств положительных, там нет эмоций, там нет радости, там слезы, может быть. Когда мы говорим о любви, любовь несет с собой надежду. Она всегда ожидает, она надеется на лучшее. Она не верит в любовь, не верит в то, что все, ничего нельзя изменить. Иногда люди говорят, все, я не хочу разговаривать на эту тему, я не хочу с тобой общаться. Люди поворачиваются спиной. Это говорит не любовь, это отсутствие любви. Библия говорит, что Христос так возлюбил, Бог так возлюбил мир, что пошел к нам. Он не сказал, эй вы, давайте ко мне, мы с вами поговорим. Он пошел навстречу. Христос имел надежду, он имел смирение, потому что он так сильно возлюбил людей. И Библия учит нас, что все наши конфликты, вся наша жизнь, она должна быть наполнена любовью. Я сказал, конфликты разрешатся любовью. Конфликт не может разрешиться методом войны. Можно воевать, воевать, и конфликт может быть очень долгим. Десятилетия есть люди, которые доказывают друг другу. Но Бог свою любовь доказывает тем, что умер за нас, когда мы были еще грешниками. Самое сильное решение конфликта, самое сильное действие, которое мы можем сделать в конфликте, это полюбить, это смириться, это призвать Бога для того, чтобы Господь имел свое влияние в этой ситуации. И возвращаясь к пятому стиху, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Где взять любовь? Откуда ее взять? Хлеб можно купить в магазине, вода тоже можно приобрести, или даже в крайне она и бесплатно. Но где взять любовь? Как выработать любовь себе? Библия говорит, что в сердца наши, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Для того, чтобы возрастать в любви, любовь нельзя приобрести как-то силой воли, заставить себя любить. Но Библия говорит, что любовь приходит от нашего общения с Богом. Когда мы пребываем в Господе, когда, я хочу зачитать еще один стих, это 8 глава, 1 стих, Римлянам 8 глава. И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Можно быть во Христе Иисусе, то есть на территории церкви. Можно покаяться, прошло там 5-10 лет, человек в церкви, но в это время жить уже не по духу, а по плоти. И Библия говорит, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Когда человек живет по духу, когда он общается с Богом, когда он читает Библию, когда он насыщается хлебом Божиим, тогда в его сердце доминирует Дух Святой. И есть любовь, и любовь покрывает недостатки, и грехи покрывает. И Библия говорит, что для такого человека нет осуждения. Когда придет время, Господь заберет такого человека на небо. Библия говорит, что он на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Но человек, который потерял общение с Богом и его жизнь, превратилась в такую номинально-христианскую. И на самом деле он живет по плоти, он думает о плоти, о плотском, материальном, финансах, какие-то достижения земные. Уже Бог далеко. То Библия говорит, что на таким человеком нависает осуждение. Бог начинает уже думать, как же этого человека встряхнуть, чтобы он все-таки вернулся к первоисточнику, вернулся к Божьей благодати. И Библия говорит, что любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. Библия гарантирует нам, что когда мы имеем общение с Богом, живя на этой земле, мы сможем поступать так, как Он поступал. Не так, как подстраивается под этот мир, по принципу этого мира, принцип гордости, похоть и чей, похоть плоти, Библия говорит. Но когда мы любим Бога, когда мы общаемся с Ним, Библия говорит, что любовь, она настолько возрастает, она достигает такого совершенства, такой силы, что мы в этом мире можем жить так, как жил Христос. И Библия говорит дальше, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. 20 стих, это 1 Иоанна, 4 глава, 20 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец? Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Я хочу первую половину прочитать еще раз. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец?» Библия говорит, очень просто, очень простой тест, как проверить, далеко мы от Бога или близко. Если мы любим Бога, любим церковь, любим служение, но при этом ненавидим Андрея Шаламова, это просто шутка. Или просто я не могу переваривать, я всех люблю, но не могу переваривать кого-то там. Библия говорит, что я обманываю, сам себя обманываю, и церковь обманываю. Поэтому в нашей жизни должна быть гармония, которая исходит от Бога. Мы не сможем любить без Бога. Любовь приходит от Духа Святого, который излился в наше сердце. Поэтому наша первая задача – это искать Бога, чтобы наши глаза четко видели Его присутствие. Я имею в виду духовные глаза. Чтобы мы духовно четко видели Его волю. Потому что только исполняя Его волю, мы можем угодить Богу. Если мы не исполняем Его воли, если мы не знаем Его воли, А мы можем волю Божью не знать из-за того, что мы не читаем Библию. Поэтому для того, чтобы угодить Богу, нужно читать Библию. Нужно увидеть Его волю и исполнить ее на этой земле. И если так говорить, как бы одной фразой, воля Божья – это есть любовь. Он желает, чтобы вся наша жизнь, она была наполнена любовью. Чтобы мы несли эту любовь, чтобы мы проповедовали. Мы можем проповедовать людям, говорить им, что надо покаяться. Но намного эффективнее, когда мы просто проявим любовь. И потом скажем, я просто верю в Бога, поэтому я люблю людей, я люблю делать добро. Это для Него будет большим впечатлением, нежели просто красноречивая проповедь и больше ничего после этого. Поэтому пусть Бог благословит нас, иметь мудрость, любить Бога, любить братьев, любить людей, которые еще не знают Господа. И последний стих. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Это заповедь от Господа. Я приглашаю к молитве, чтобы мы попросили Божьего благословения, чтобы мы попросили...